Всем здравствуйте дорогие друзья, рад видеть вас на канале гороскоп прогноз нас на 5 июля 2021 года и мы как обычно изо дня в день начинаем начинать и как всегда перед этим самым началом хотел бы попросить вас поддержать немножко мой канал. Поставьте лайк или дизлайк, оставьте комментарий под любым из роликов, а также если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. Я желаю вам приятного просмотра и наверное скорее всего может быть да поехали мы уже, поехали. Овен. Этот день Овну лучше провести с закрытыми ушками. Гороскоп советует не слушать сплетни и слухи, не вступать в пустые дискуссии с коллегами или с близкими людьми. Разговоры и тем более споры не для этого дня. Буквально на пустом месте они могут привести к конфликтам. Чтобы этого не произошло Овну в этот день стоит углубиться в работу с головой, а дома почитать книжку или посмотреть киношку, требующий пристального внимания к сюжету. Ну а чтобы молчание не было принято за проявление равнодушия, будьте сдержаны, но доброжелательно с окружающими людьми. Любовный гороскоп для Овна. Стоять на пути у высоких чувств Овна в этот день себе дороже. Любовный гороскоп обещает, если он хочет добиться чего-то расположения, то обязательно получит желаемое. В этот день Овен настроен крайне решительно. Самое время приглашать на свидание. Эта уверенность в себе в сочетании с решительностью помогут покорить сердце избранника. В этот день Овен может позволить тебе решиться на рискованные действия в отношениях. Ну, например, скажем, предпринять попытку отбить чужого возлюбленного. Неэтично, спросите вы. В любви нет правил. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день Овен не склонен к завешенным решениям и по любому вопросу готов схватиться с противником. Агрессивный настрой способен, если и не разрушить, то на долгое время отодвинуть реализацию многих планов, требующих аккуратного и деликатного подхода. Звезды советуют Овну не рубить с плеча и воздержаться от резких поворотов в делах. В противном случае ему в этот день придется пережить неприятное время проигрыша и потери. А чтобы сбросить напряжение, устройте себе внеплановую пробежечку в парке или сходите в спортзальчик. Телец. Не исключено, что в этот день Телец может порой раздражать окружающих. Он будет готов настаивать на своем даже в ущерб другим. Чтобы не создавать лишних конфликтов Тельцу, стоит определиться, какие вопросы являются для него принципиальными и упорствовать в этот день только в них. Гороскоп напоминает ему секрет успешных переговоров. Уступайте в мелочах, чтобы в итоге настоять важным. Особенно чутким в этот день Тельцу следует быть с детьми и старшими родственниками. Не позволяйте себе проявлять авторитаризм по отношению к тем, кто обезоружен любовью к вам. Любовный гороскоп для Тельца. В этот день Телец – настоящий кремень. В нем ощущается внутреннее упорство, которое может пойти ему как в плюс, так и в минус. Если Тельцу надо отстоять свое право на личное счастье, настрой поможет оторвать большой его кусочек. А вот если в отношениях с любимым человеком сейчас все ровно и гладко, гороскоп указывает на большой риск возникновения конфликта со второй половинкой. Энергия сопротивления трансформируется у Тельца в банальное упрямство. Вот и все. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день Тельцу придется тщательно фильтровать базар, чтобы не поставить под удар свой бизнес или деловой имидж. Это значит, что он должен говорить не то, что думает, а то, что надо сказать в данный момент, в данную секунду. При общении с клиентами Тельцу в этот день стоит помнить, что на работе он говорит не от своего имени, а от лица, компании, фирмы, офиса. Гороскоп советует Тельцу воздержаться от комментариев и личной оценки ситуации, а в отдельных моментах дипломатично промолчать. Это будет его прямой дорогой к успеху. Близнецы. Даже находясь среди людей, близнецы в этот день могут чувствовать себя немножечко одиноко. А все из-за того, что им не хватает искреннего общения. Вполне вероятно, что они сами отчасти виноваты в этом. Устав от бесконечных рутинных дел и передряг, близнецы закрываются от разговоров по душам. А зря, ведь порой короткий откровенный диалог способен помочь там, где не справилась тяжелая артиллерия. Гороскоп советует близнецам в этот день не прятаться от дружеского участия, даже если его неожиданно проявит совершенно незнакомый человек. Любовный гороскоп для близнецов. В отношениях с любимым человеком у близнецов может возникнуть в этот день неоднозначная ситуевина. Весьма вероятно, что близнецы захотят получить точный ответ на какой-либо вопрос, а в то время как их вторая половинка не будет готова к нему. Ясность это, конечно, хорошо и замечательно, но гороскоп не советует давить слишком сильно. Не надо играть в гестапо, если ваш избранник не поддерживает эту затею. Впрочем, знаете ли, есть опасность, что в контракте близнецов и самих в этот день попытаются вывести на чистую воду, если им есть что скрывать. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецам можно не искать окольных путей, чтобы достичь успеха. В этом таится простота и сложность этого дня. С одной стороны, близнецам можно не разводить полистенции, а искренне выражать свои мысли и желания добиваться тем самым отличных результатов коротким путем. С другой стороны, в этот день есть опасность наломать дровишек, будучи чересчур открытыми и правдивыми. Гороскоп напоминает. Правда и откровенная беспардонность это разные вещи. Критике обязательно добавляйте признание достоинств собеседника и подслащивайте горькую пилюльку. Рак. В этот день гороскоп советует раку затаиться и не торопиться ни с высказываниями, ни с выводами. Даже если ему вдруг покажется, что ситуация требует немедленных действий и очень захочется вскочить, бежать, звонить, во все колокола, в общем, хоть что-то предпринять, гороскоп советует ему постараться себя обуздать. В этот день, решая проблемы, наскоком есть риск их только усугубить и наделать крупных ошибок. Так что многое решит выдержка и самообладание рака. Любовный гороскоп для рака. Весьма вероятно, что кто-то захочет в этот день сунуть свой длинный носик в личные делишки рака. Да не тут-то было. В этот день он не намерен терпеть подобной наглости, из-за чего, собственно, и может начаться конфликт, например, с близким другом или родственником. Гороскоп указывает на опасность получить обиду и от любимого человека. Самолюбие рака может быть уязвлено в этот день его неудачной шуткой или неоднозначным поступком. В сочетании с решительным настроем рака это может привести к скандалу, вплоть до попытки разрыва отношений. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день на работе рак захочет выступить в роли истины в последней инстанции, высказав без обедняков всю правду матку. Хорошо, если он огласит свой вердикт коллегам, хотя они тоже не обрадуются подобной искренности. Хуже, если руководству или клиентам. Скорее всего, рак-правдоруб с удивлением обнаружит, что его стремление к истине привело лишь к обострению отношений. Вот почему гороскоп рекомендует раку воздержаться от резких высказываний. Это в этот день самой верной тактикой будет промолчать и оставить мысли при себе. Лев. Леву в этот день будет не слишком хорошо удаваться общение, его могут слишком часто понимать превратно, чтобы избежать неприятностей. Переговоры, доказательства своей правоты и вообще любой серьезный разговор ему лучше перенести на следующий день. Если же спрятаться от всех в домике не удается, попытайтесь в этот день меньше говорить и больше слушать. А еще лучше общаться письменно, так будет легче анализировать свои ответы. Вечером льву тоже неплохо побыть одному. Уединение поможет ему восстановить растраченную энергию. Любовный гороскоп для льва. В этот день лев готов к открытому диалогу с любимым человеком, так что если важный разговор давно откладывался, то пора уже сесть и поговорить о назревших проблемищах. Единственная опасность, лев может быть несколько категоричен в суждениях, так что гороскоп предлагает ограничивать свою прямолинейность. Кстати, этот день замечательно подходит для признаний в любви. Не откладывайте их больше, откройте в этот день сердце своему избраннику. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день у льва обострено чувство справедливости, а потому он может незаметно превратиться в борца за права всего человечества или конкретного человека. Например, себя. Ощущая себя жертвой, лев может начать скандали даже в ситуации, когда не было и намека на друшение никаких прав. Просто в его душе кипит гнев и возмущение, которые должны найти выход, пусть даже и ценой конфликта. При возникновении желания превратиться в Нельсона Манделлу гороскоп советуют в этот день не лезть сразу на брикады, а проанализировать свое чувство дискомфорта, выявить его источник и предложить коллегам или руководителю его устранить целиком и полностью. Дева. В этот день дева должна быть во всеоружии. К чему готовиться, спросите вы? Да ко всему. Повседневная рутина может быть нарушена внезапным форс-мажорным обстоятельством, однако расстраиваться из-за этого уж точно не стоит. Наоборот, гороскоп советует деве использовать все авралы, которые могут периодически вспыхивать в течение дня, как возможность проявить себя, показав, чего она на самом деле стоит. Воспринимайте этот день как тест на выносливость и умение сохранить способность трезво мыслить в стрессовых ситуациях. Конечно, спокойная жизнь – это приятно, и бодрящая встряска время от времени деве тоже не помешает, поверьте. Любовный гороскоп для девы. Любовь невозможно объяснить словами. Она нелогична и заставляет нас делать глупости. Со всем этим дева в этот день совершенно не согласна. Она хочет объяснить чувства и эмоции, а потому без конца задает вопрос об отношениях себе и любимому человеку. Прогноз гороскопа неутешителен. Добиться кристальной ясности деве в этот день все равно не удастся, а вот организовать ссору, крупный скандал, вполне себе получится. Прежде чем предъявить какую-либо претензию второй половинки, задумайтесь, стоит ли портить настроение себе и ей. Гороскоп карьеры и финансов для девы. Этот день девы может использовать для прорыва в бизнесе и карьере, внимательно следя за развитием обстоятельств. Расположение звезд создаст для девы благоприятную ситуацию, в которой ей легко будет продвинуться к своим целям, причем без значительного вливания финансовых ресурсов благодаря креативу и напору. Деве в этот день следует проявить решительность, смелость и даже дерзость, чтобы на шаг опередить конкурентов. Времени на раскачку не осталось, пришел черед для атаки. Весы. Это подходящий день для анализа и даже, возможно, переоценки отношений. Гороскоп советует весам задаться вопросом, не слишком ли много они работают над каким-то отношениями, будь то дружба, партнерство или даже любовь. Может быть, они поступают со своими интересами и начали терять себя. В этот день весы могут позволить себе перезагрузиться и посмотреть на тревожащие их отношения со стороны. Возможно, настало время задать в них новые правила игры, которые будут более выгодны весам. Подумайте над этим хорошо. Любовный гороскоп для весов. Есть опасность, что любимый человек припрет в этот день весы к стене. О да, от прямого разговора о любви и всех связанных с ней неприятностях вам будет точно не отвертеться. Не надейтесь, что вторая половинка удовольствуется описанием ваших чувств. Она захочет конкретики. К черту комплименты, скажи, когда свадьба. Не надо о звездах, давай о бюджете поговорим. Гороскоп приносит весам соболезнования, конечно, и дает совет на этот день. Не пытайтесь увильнуть. Выдержитесь честью предстоящий экзамен. Пришла пора диалога на равных, как говорится. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весам буквально все вокруг будет навязывать свои правила, обстоятельства, коллеги, руководства и даже сроки. День может пройти в жестком цейтноте, при этом каждое действие весов будет контролироваться. Тут, как говорится, главное не вспылить и не особенно смотреть по сторонам. Работа не ждет и ситуация требует от весов не рефлексии, а активных действий. В этот день на работе весы ждут своеобразные показательные выступления. От их результатов может зависеть развитие вашей карьеры. Скорпион. В этот день удача может раз за разом ускользать из-под носа Скорпиона. Представитель этого знака зодиака соберет все красные светофоры, если торопится. В столовой на него не хватит любимого салата, и босс обязательно попросит задержаться, если на вечер у Скорпиона есть интересные планы. Впрочем, гороскоп утверждает, что мелкие пакости судьбы неприятны, но не принесут серьезного вреда, сохранять хорошее настроение и позитивный настрой. Любовный гороскоп для Скорпиона. Скорпион в этот день может сильно увлечься внутренними переживаниями и надумать себе чего-то там, навертеть чего-то там себе лишнего. Он может засомневаться в себе и любимом человеке, найти сотню изъяна в отношениях, обидеться на выдуманную обиду. Скорпиону в постоянном союзе в этот день тяжело, конечно. Но еще сложнее Скорпиону, отправляющемуся на первое свидание. Гороскоп неутешителен. Обостренное самолюбие вкупе с аманительностью, скорее всего, заставит его спасаться бегством с места романтического тет-отет. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день звезды предостерегают Скорпиона от участия в чужих препирательствах и спорах. Есть шанс, что им будут манипулировать, пытаясь заставить встать на чью-либо сторону. Гороскоп советует сделать над собой усилие и пресечь такое поведение. В противном случае весь этот день Скорпиону придется провести в выяснении их отношений. Кроме того, коллеги могут попытаться навесить на Скорпиона свои задачи. Если он хочет вовремя уйти домой, следует интенсивно отбрыкиваться от дел, не входящих в круг его обязанностей. Стрелец. В этот день Гороскоп наделяет Стрельца уверенностью в себе и пробивными способностями. Спокойно и с достоинством он сможет отстоять свою точку зрения перед начальником или бюрократом. Не теряйте времени, смело отправляйтесь в бой. У вас есть все шансы добиться своего. Если же надо чего-то добиться от близких людей, к примеру, согласие поехать на курорт, сделать ремонт или потратить на развлечение кругленькую сумму. Стрелец может использовать энергию дня и в этом направлении. Сегодня у него для этого отличные возможности. Любовный Гороскоп для Стрельца. Назвать Стрельца лапочкой в этот день язык не повернется. Сейчас ему палец в рот не клади, по локоть рубанет. Плохо разбирая, кто перед ним, враг или любимый человек в этот день, он может вести себя крайне агрессивно и временами совершенно неадекватно. Гороскоп призывает Стрельца сдерживать свои порывы и не быть слишком категоричным во всех случаях. В общении со второй половинкой уж тем более. Самое простое в этот день – послать все и всех к чертям. Вот только так ли уютно вам будет в образовавшемся одиночестве? Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день единственным человеком, который может помешать Стрельцу достичь успеха в делах, может оказаться он сам. Неуемное желание покритиковать окружающих и указать им на ошибки может настроить против Стрельца коллектив, превратив бывших друзей в серьезных врагов. В такой обстановке все дела застопорятся, так что Стрельцу остается лишь бухтеть себе под нос и пытаться сделать всю работу самостоятельно. Гороскоп советует в этот день спокойнее относиться к ошибкам коллег. Не ошибается лишь тот, кто нихрена не делает по большому счету. Козерог. Все, что требуется в этот день от Козерога – это следить за своими инстинктами и интуицией. Они вас не подведут. Следуйте в том направлении, которое считаете правильным, и вы не собьетесь с верного курса. Возможно, Козерогу в этот день предоставится возможность примерить на себя новую, несвойственную ему роль. И она придется ему по душе. Не упустите в этот день шанс поймать удачу за хвост. Не отмахивайтесь от неожиданных предложений. Даже если на первый взгляд они выглядят странно, обдумайте их. Очень может быть они окажутся выгодными. Любовник. Гороскоп для Козерога. Конфликты и ссоры с любимым человеком для Козерога в этот день почти неизбежны. Он будто сам еще для них повод. У Козерога сейчас боевой настрой, и он подсознательно стремится к конфронтации, не желая даже думать о компромиссах. Гороскоп уверяет – все дело в накопившихся проблемах. Усталость и состояние морального тупика, которое связано с внешними факторами, работой, отношениями, с родственниками, заставляют в этот день Козерога срываться на ни в чем не повинную вторую половинку. Ведите себя хорошо. Ищите козла отпущения где-нибудь там, далеко, на выселках. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день у Козерога решительное настроение. С одной стороны, это позволит ему радикально преобразовать рабочий процесс или сделать важные шаги в финансовых вопросах, что само по себе и неплохо. С другой стороны, может сослужить ему дурную службу, приведя к необдуманным тратам и рискованным действиям. Гороскоп советует Козерогу в этот день советоваться с коллегами или партнерами перед тем, как применять свой боевой задор на практике. Они не дадут совершить непоправимую ошибку. Водолей. Даже если всё идёт своим чередом, Водолей в этот день может испытывать необъяснимое недовольство. Возможно, он соскучился по переменам. Изменить привычное течение жизни сейчас под силу только самому Водолею. Гороскоп утверждает, сделать это не так уж и сложно. Даже незначительное изменение курса в этот день способно привнести в наскучивший уклад позитивные изменения. Время настало. Водолею в этот день пора всерьёз задуматься о новых целях. А главное, заняться разработкой конкретного плана для их достижения. Любовный гороскоп для Водолея. Бывают дни, когда кажется, что лучше побыть одному. Вполне вероятно, что в этот день у Водолея именно такой. Ему трудно сейчас находить общий язык с любимым человеком, но гороскоп уверяет, это лишь тенденция дня, а не кризис в отношениях. Водолею присущу в этот день упрямству. Он нетерпим к чужим слабостям и ошибкам, из-за чего, собственно, и возникает большинство ссор со второй половинкой. Чтобы разрядить возникшую напряжённость, ему надо проявлять больше гибкости. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день коллеги имеют полное право быть недовольными Водолеем. Ему сложно сосредоточиться на делах, а по лицу постоянно блуждает мечтательная улыбочка. Хотя, как известно, самые глупые вещи на свете совершаются самым умным лицом. Гороскоп всё же советует Водолею время от времени возвращаться к реальности и хотя бы изредка выглядеть серьёзным. Иначе окружающим в этот день будет казаться, что он недостаточно вовлечён в процесс и не переживает за общее дело. Рыбы. В этот день в жизни рыб вероятно появление человека из прошлого. И это появление может иметь влияние на их жизнь. К примеру, этот человек может предложить рыбам недостающие связи между ним и каким-то возможностями. Включая более высокооплачиваемую работу и страстный роман. Также рыбам в этот день следует следить за звонками с незнакомых телефонных номеров и писем с незнакомых электронных адресов. Они могут таить в себе подвох. Гороскоп советует быть осторожнее. В этот день есть риск стать жертвой мошенников. И он, между прочим, очень велик. Любовный гороскоп для рыб. В этот день рыбам стоит взять себя в руки и отказаться от бурных проявлений чувств, как положительных, так и отрицательных. Неважно, возникло ли у вас желание броситься любимому на шею или наброситься на него со сковородой. Опасны обе крайности. Гороскоп любви указывает на необходимость немного отстраниться от второй половинки и посмотреть на ситуацию, сложившуюся в отношениях. Как бы немножечко со стороны под другим углом. В этот день рыбам надо побыть в одиночестве. Уделить внимание себе, любимым. Гороскоп карьеры и финансов для рыбок. Этот день рыбам звезды рекомендуют посвятить повседневным заботам, не планируя ничего нового и масштабного. В конце концов, давно было пора навести порядок в документах, оплатить просроченные счета и совершить еще кучу-кучу дел, до которых в последнее время у рыб просто не доходили руки. Вполне возможно, что среди рутинного наведения порядка рыб в этот день вдруг осенит новая перспективная идейка. Монотонная работа очень располагает к размышлению, как мы знаем. Так что даже этот спокойный денек способен пронести позитивные изменения в финансовых делах рыб. Вот такой вышел прогноз. Спасибо вам большое за внимание, за комментарии, за лайки, за вашу поддержку, мои хорошие. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, успех во всех ваших начинаниях. Ну и конечно же, скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.